Здравствуйте! Меня зовут Артемьева Ольга. Мы с вами сейчас рассмотрим такой инструмент SPDS Graphics, как таблицы, и посмотрим на реальных конструкторских таблицах из проектной документации, как ускорить этот процесс и как эффективнее работать. Напомню только, что мы работаем с ГОСТами, стараемся им следовать. SPDS – это у нас система автоматизированного проектирования, а значит мы работаем с параметрическими объектами. И вот сегодня мы с вами будем рассматривать такой большой умный параметрический объект, как таблицы. Значит, мы посмотрим с вами подробно именно диалог редактирования таблиц. Я вам буду показывать какие-то мелкие, может быть, но полезные инструменты. Еще раз пройдемся, как правильно все настраивать, как внешний вид таблицы настроить, как настроить содержимое правильно, чтобы отображалось. В общем, по ходу разберем с вами все инструменты таблиц, чтобы они максимально нам с вами помогали. И это лучше всего сделать на прямой демонстрации. Поэтому мы с вами открываем автокад, открываем SPDS 20 в автокаде. Значит, смотреть мы будем под 20 автокадом, но он нас поддерживает и более ранние версии. Вот я сейчас здесь открыла файл, где я вот просто надергала различные виды таблиц из конструкторской документации. Я хочу показать вам, как с ними работать, как их создавать, как эффективно и правильно все это делать. Давайте мы начнем все-таки. Сначала таблицы. У нас есть такие инструменты для создания импорта и экспорта таблиц. Мы все это с вами рассмотрим. Давайте по порядку. Для создания таблиц. Значит, всегда можно создать таблицу с нуля. То есть вы указываете, как она будет у нас с вами называться. Значит, сколько в ней там колонок, столбцов для колонн-титулов, для данных. Мы сейчас с вами отдельно поговорим, что такое колонн-титул и как с ними правильно работать. Вы здесь можете на такой интерактивном поле указать. Можно это указывать числами. Если вам удобнее, значит, привязка может быть снизу вверх, чтобы она у вас росла вверх таблицы. Если вы хотите сразу вставлять ее на формат, вы можете добавить формат, она у вас будет привязана к формату. То есть для спецификации, например, удобно больших. Это пример создания таблицы на пустом месте, что называется. Если мы с вами работаем уже с базой, мы говорим загрузить из базы. В SPDS есть база элементов. И здесь достаточно много полезных вещей, которые мы делаем для вас, чтобы, собственно, программа максимально ускоряла и автоматизировала ваш процесс проектирования. Вы можете найти здесь шаблоны, таблицы самых разных. Вот у нас есть таблицы для всех, для архитектурных решений. Соответственно, АЭС тоже вы что-то делаете, вы отсюда это можете взять. Для железобетонных конструкций вы можете взять. Для металлических отдельно. То есть вы можете взять шаблон уже из базы. Что такое шаблон? Давайте вставим. Ну, раз у нас сегодня рабочая конструкторская документация, давайте возьмем, например, ведомость, спецификацию металлопроката. То есть это табличка уже с готовой шапкой. Я вес еще включу, чтобы было видно. С правильными толщинами линий, настроенная. Мы можем с вами только заходить и заполнять. Но это таблицы в базе, которые позволяют нам внешний вид взять, а внутренности, все данные, то, что наполнение таблиц, это уже мы с вами вручную, скажем так, заполняем. Сразу оговорюсь. Конечно, все эти таблицы гораздо быстрее и удобнее делать. Большую часть из них уже делается, допустим, в программе на СПДС металлоконструкции, СПДС железобетон, и там это все формируется автоматически. Но у нас есть ситуации, когда какие-то таблицы не делаются. Например, таблицы нагрузок вы рисуете, таких пока еще нет. Вот пример таблицы, которая делается автоматически, но мы с вами не работаем с этой таблицей, и нам нужно дополнить ее. Не создан проект у нас в этой. Мы делаем свое. Значит, вот сейчас как раз в этом вебинаре я вам расскажу, как все это создать. Значит, что еще? Давайте посмотрим еще тут у нас. Можно загрузить таблицу из файла, то есть сразу загрузить ее. Например, посмотрите, какие могут быть форматы мы поддерживаем. Это может быть Excel, файл, текстовый формат или дат. То есть вы можете загрузить уже из какого-то, если вы выгрузили, допустим, из расчетной программы. Можно попробовать сделать. И отчеты. Тоже можно сразу собирать отчет на основе параметрических объектов, созданных в СПДС. Но сегодняшняя наша с вами встреча посвящена не отчетам. По отчетам достаточно много вебинаров уже читалось. И мы эту тему немножечко сегодня так в конце затронем, но сильно в нее погружаться не будем. Мы сегодня с вами будем смотреть именно отдельные инструменты. Инструменты редактора таблиц. Значит, давайте начнем. Давайте с этой пустой вы. Двойным щелчком мы с вами открываем табличку. И начинаем ее заполнять. Давайте посмотрим сразу. Вот сейчас в последних только версиях сделана возможность для того, чтобы задать отдельно ячейкам, отдельно цвет линиям и отдельно цвет тексту. Цвет, вес для линий и цвет и вес для текста ячейки. То есть мы с вами можем выбирать и сказать, вот здесь их надо будет только включить, что они красные. Соответственно, я могу также поменять им толщину, сделать их тоньше или толще. Ну вот как-то так это будет выглядеть у нас. Значит, все свои вопросы вы можете писать в questions. Я по ходу буду где-то отвечать, если будет это в тему, скажем так, там момент, о котором я рассказываю. Если нет, в конце я в любом случае отвечу на все ваши вопросы. И точно так же теперь давайте попробуем с текстом. Ну, сейчас мы там позаписываем, как-то ерунду, чтобы для быстроты. И вот выберем теперь вот эти ячейки и зададим им цвет, соответственно, какой-нибудь там другой. И посмотрим, как это выглядит здесь. Если вам требуется отредактировать таблицу, ну, вот что-то там дописать в ячейке, но вам не хочется заходить в редактор, вы можете редактировать таблицу по месту. То есть как просто автокадовские таблицы зайти вот здесь прямо дописать. Для этого вы нажимаете control, левой клавишей щелкаете на ячейки и, соответственно, заполняете. Все. Написали. Все. Escape. Вы вышли из процесса редактирования таблицы. Что еще можно сделать для ячеек? Кроме того, что вы можете менять, соответственно, цвет линий, вес линий, вы можете менять выравнивание текста. У нас, соответственно, есть ориентация текста. Вы можете выставлять. То есть по примеру Excel. Как это будет вписываться, не вписываться. То есть вот это вот все – это вписание текста внутри ячейки. Мы с вами по содержимому поговорим. Иногда для того, чтобы нам удобнее было работать, можно сразу включать линейку и сразу включать строку формы. Вот если вам так удобнее видеть, сколько здесь линейка, сколько наш колонтитул, шапка верхняя, сколько наши ячейки, вы можете это дело включить и работать уже таким образом сразу же. В таблицах из ПДС есть возможность менять, допустим, столбцы или строки местами. То есть я могу взять вот этот столбец, но это сейчас, конечно, давайте не здесь, чтобы уж не портить. Давайте возьмем вот эту табличку. Недавно был, кстати, вопрос, что люди не сумели сделать нумерацию по порядку. Это есть в наших таблицах. Выделяете две ячейки. Единственное, что там черным крестиком, а у нас вот такая вот стрелочка белая. Тяните вниз. Указали подряд цифры, значит, у вас будет подряд. Указали через одну, например, вот так вот сделаем. Значит, у вас будут сейчас только нечетные. Заодно и скопировали. Давайте укажем в обратном порядке. И он будет сохранять нам с вами эту последовательность. То есть вы можете сами вот это отрегулировать. Точно так же, как наши ячейки поддерживают формулы и так далее. К внешнему виду ячеек вернемся и посмотрим, что еще. Естественно, можно объединять ячейки друг с другом. Для этого у нас с вами есть кнопочки объединения выбранных ячеек, разбить ячейки, то есть в обратную сторону. Значит, изменить количество строк и столбцов селекции. То есть вы выбираете сегменты, задаете новую там, что вам нужно не 3 на 3, там, я не знаю, 5 на 2, например. И у вас будет такой кусочек внутри, разобьет. Можно отменить это в любой момент. Кроме этого, я бы вам хотела показать такие маленькие фокусы. У нас есть так называемая работа с жестами. То есть вы можете, например, выбрать несколько ячеек, одну или несколько. И у вас получается, значит, если вы правой клавишей справа налево рисуете вот такую линию, у вас появляется записная книжка. Что это такое? Это возможность сэкономить свое время. То есть у вас в записной книжке есть кусочки, часто используемых вами текстов, которые вы используете в таблице, используете в каких-то условных обозначениях, в примечаниях и так далее. И вы можете из таблицы к этой записной книжке тоже обращаться. В частности, здесь, например, есть уже сейчас таблицы каких-то ГОСТовских металлопроката и так далее. То есть вы можете брать отсюда данные, не придумывать их, а уже брать готовые. Вы можете создавать здесь свои тома и заносить свои какие-то тексты и ими пользоваться. Единственное, что записную книжку надо будет сохранять, там где-то тоже копировать отдельно, чтобы вы не потеряли это все в процессе переустановки, например, ПДСа. Значит, у нас получается один жест справа налево, другой слева направо. Вы вызываете калькулятор. Если вам нужно что-то посчитать, не нужно выходить из редактора таблицы, вы можете либо кнопочку нажать калькулятор, либо вот таким жестом его сразу вызвать и тут уже с ним работать. Причем вызывается, видите, инженерный калькулятор, чтобы вам было удобнее. Кроме этого, если вы вниз рисуете линию, мы с вами получаем диалог «Свойства ячейки». И давайте здесь тоже посмотрим на данный момент границы. Начнем с границ. Здесь вы тоже можете у вашей ячейки указать вес у каждой ее линии и цвет. Можете выключить там линии вообще или включить их. Как вам угодно. То есть вы можете это все настроить. Здесь же можно указать заливку. Ну а теперь давайте уж, коли мы зашли с вами сюда, сразу зайдем и по порядку пойдем. «Свойства ячейки». Содержимое. Значит, вы знаете, что есть различные форматы, так же, как в Excel. Автоматический, числовой и строковый. То есть если вы знаете, что у вас будут только числы, вам нужно будет отсеять и задать, например, точность, чтобы у вас была до каких-то знаков, независимо от вычисления. Вы, например, данный, этот столбик будете, или эту ячейку будете вычислять. И вам нужно показывать только до второго знака. Значит, вы можете сделать формат значения числовой и указать, что вам нужно точность до второго знака. Здесь же есть такое понятие, как подавление хвостовых нулей. То есть вот эти конечные нули, они будут убираться у вас автоматически. Уберете галочку – нет. И, соответственно, строковый – это то, когда пишется просто все, что вы написали, оно автоматом будет появляться. То есть все будет восприниматься просто, как строка. Тексты, не будет никакого преображения и так далее. В автоматическом режиме там некоторые вещи, соответственно, преображаются. Можно написать здесь сразу значения. Для того, чтобы иметь возможность рассчитывать какие-то значения, можно задавать формулы. Про них мы давайте чуть попозже немножко отдельно поговорим. Кроме этого, в таблице SPDS есть возможность вставления графики. То есть вы можете вставить блок. Ну вот здесь у меня, видите, такой небольшой набор. Давайте возьмем 2Tower. Мы можем его вставить в эту ячейку. И он будет у нас отображаться. Вписывается вот этот рисунок у нас автоматически в ячейку. Давайте посмотрим сразу, как это выглядит. При моих данных с желтым цветом, конечно, шедеврально. Ну вот оно. Вписалось максимально в ячейку. Получили графику. Графика нам нужна для чего? Для таких таблиц, например, как таблица нагрузок. Вот здесь я взяла пример на базы колонн. То есть я вот эту таблицу могу все составить. А вот эти вот схемы нагрузок я могу создавать блоками. То есть в сущности у вас вот эти вот схемы, они же повторяются. У вас есть уже какой-то накопленный опыт. Вы их копируете из одного проекта в другой. Вы можете сделать базу с этими схемами, там файл с блоками и размещать их, соответственно, по необходимости. Можно рисовать поверх, но неудобно. В любой момент таблицу вы переместили, у вас где-то что-то стрелочки остались. Поэтому с блоками и внесением графики в таблицу проще. Точно так же вот у нас есть, например, ведомости деталей. СПДС металлоконструкции при соблюдении всеми инструментами работы, правил, вам это все отрисуют автоматически. И это сильно сэкономит ваше время. Но если нам нужно срочненько что-то сделать, и это будет быстрее в качестве нарисованной таблицы, вы можете сделать просто это в виде блоков. И внести графику. Ну вот здесь она у нас вообще взорванная. И вот эту графику внести, давайте вот так прям сейчас сделаем. И создадим из нее блок. Я прям с командной строки попробую это сделать. Значит, точку базовую мы возьмем, давайте посерединке, к примеру. Значит, объекты у нас выбраны. Единицы поставим миллиметры обязательно. Масштаб у нас одинаковый по всем. И имя придумаем. У нас какая-то труба, не труба. Давайте тоже пример графики напишем, и не будем мудрствовать. Все, сделали мы. Тут она уменьшилась, бог с ней. Теперь давайте мы ее вставим. Сюда же давайте вставим тоже. То есть любую ячейку можно свойство вызывать. Выделив правой клавишей, можно свойство вызывать вот так, с жестами. Говорим блок. Вот он наш пример графики. Вот он вставился. Тоже вписался соответственно. Значит, отличие от того же Excel, наших таблиц из ПДС, что когда вы задаете высоту строки, правой клавишей, допустим, но на номере строки, свойства. Здесь высота. Вы задаете ее в миллиметрах. И я могу, зная, что я графически таблицу рисую, мне нужно, допустим, 20 миллиметров в высоту. Я промахнула. Сейчас, одну минутку. Здесь мы расширим. Я не буду гадать, сколько там дюймов, не дюймов. Я точно буду знать, что у меня вот этот рисунок, вернее, эта строка будет 20 миллиметров. Давайте прям проверим. Ну, соответственно, в масштабе 1 к 100, вот они мои 20. Я вам эту таблицу открывала еще для чего? Для того, чтобы показать, как работают наши кнопочки передвижения строчек и столбцов. То есть вы можете, когда в процессе регулирования, какие-то столбцы сдвигать вместе со значением. графика только, видимо, я переехала и все отвалилось. Вот. И, соответственно, строчки я могу тоже двигать вверх-вниз. Это достаточно удобно. Вот. А затем, то есть, есть ситуации, когда надо это быстро сделать, и это удобнее, чем вставлять и копировать там или вырезать и так далее. То есть можно и так работать. Давайте пойдем с вами дальше. Кроме того, что вы можете вставлять графику и менять формат значения. Одно из самых важных, да, то, как это все напишется. То есть вот здесь у вас цвет, вес, высота и шрифт есть. Можно это задавать вот здесь в свойстве ячейки отдельно. Если вас интересует там в одной ячейке сделать жирнее, крупнее, что-то выделить как-то текстом. То есть эти все настройки здесь есть. Кроме того, есть настройка межстрочного интервала. Можно разместить текст вертикально, можно задать отступы. То есть внутри ячейки вы можете регулировать горизонтальный отступ, вертикальный, сжимать по горизонтали текст или нет. Все это можно настроить более автоматически. То есть здесь конкретно уже на вкладке вписывания у нас есть геометрические размеры нашей ячейки и то, как она будет настраиваться по ширине и по высоте. Обратите внимание, что в последней версии появилась вот такая вот галочка разместить внизу. Что она нам с вами дает? На самом деле это раньше была сделана она по просьбе наших пользователей. Когда вы заполняете спецификации и у вас идет включено вот это вот добавить строки, то есть когда идет много текста. Давайте я вам покажу на примере. Мы сейчас вот так вот возьмем и из записной книжки прям поставляем. Здесь кусочек тут. Двойным щелчком просто вставляем. Видите, тут огромный текст. Я вставила его за 3 секунды. Значит, а здесь у нас давайте мы вот этот столбец переместим сюда поближе. И вот смотрите, сейчас мы настроим вот эти ячейки. Значит, мы настроим с вами. Нам нужно переносить по словам. И по нашему ГОСТу у нас должна быть по высоте вписывание такое, что будут добавляться строки. При этом здесь у вас эти строки не будут добавляться. То есть для содержимого это будет одна седьмая строка. Такие виртуальные строчки будут добавляться. Они будут видны у вас вот здесь на чертеже. И вот давайте мы сейчас без этой галочки сделаем и посмотрим, как это выглядит. Это выглядит ужасно, потому что оно у нас получше, конечно. Но вот смотрите, вот у нас идет текст на 4 строчки. Давайте еще сделаем здесь вот высоту. Вернем обратно, и тогда будет на самом деле все правильнее. Вот давайте смотреть. Вот этот наш весь текст. И здесь вот эта вот ячейка ориентируется, видите, на верхнюю. То есть то же самое тут. Если мы для вот этих ячеек поставим «Разместить внизу», то вот этот текст будет в конце всего текста, который там в соседнем столбце. Вот давайте посмотрим. Теперь мы сделаем вот так. И вот так сделаем. То есть вот она разница. Даже видите, как-то пустое у меня место осталось, поэтому оно в конце получилось. То есть если вам актуальна вот эта ориентация, вы ставите галочку. Если вам удобнее, что сделано сверху начинается. То есть здесь надо смотреть. Видите, тут у меня нет такой настройки, поэтому оно все идет здесь, не зависит от количества строчек виртуальных. А здесь оно уже размещается в последней строке. Возвращаемся в наш редактор. И давайте посмотрим, что еще есть. Но тут значение оставить как есть. То есть оно у вас будет вылезать, да, и там, и там. Сжать по горизонтали, соответственно, оно будет сжиматься. Ну, там уже будет зависеть от количества букв, слов, насколько читаемо у вас будет. То есть переносить по словам – это то, что вы видели. При этом переносить по словам можно тоже, уменьшив высоту шрифта. То есть оно будет просто текст по высоте уменьшаться, и строчки будут в одну ячейку уже тут визуальную начерченную. Либо будет автоматически увеличиваться высота строчки. Давайте посмотрим. Только выделить надо, естественно. Вот так сделаем. То есть вот оно может выглядеть вот так. Соответственно, во всех таблицах наших, которые сделаны по ГОСТ, заодно давайте проверим. Здесь никак не настроено. А по идее, по ГОСТу должно быть настроено вот таким образом. Галочка уже по вашему желанию. Вернемся к нашей тестовой таблице. Маленький возврат к жестам. Если нам нужно быстро почистить выделенную область, то есть вот здесь вот я хочу все стереть. Вспомните фильм «Взора». Зажимая правую клавишу, мы все эти жесты рисуем и быстро удалили содержимое. Давайте посмотрим. Содержимое, шрифт, вписывание, границы. Мы с вами все разобрали. Значит, последний комментарий я вам в конце, наверное, покажу. Значит, комментарий – это вы можете как бы дать имя непосредственно этой ячейке, чтобы в дальнейшем где-то в отчетах использовать ее. Или вот там есть у нас вопрос, уже появились вопросы. Для того, чтобы в таблицах каких-то общих делать ссылки на ячейки, на данные какие-то. Вот с помощью комментариев это можно сделать, как можно делать сводную таблицу по уже созданным таблицам на чертеже. Значит, пока с данным диалогом мы с вами закончили. Когда вы работаете с содержимым, где у вас много различных данных и надо вычислять какие-то вещи. Таблицы из ПДС точно так же работают с формулами. А для того, чтобы работать с формулами, иногда требуется, то есть вы указываете, давайте вот здесь мы с вами будем это делать, то есть также вы внутри таблички пишите «равно» и можете писать, что значит содержимое будет равно, например, вот этому, плюс вот это. Самые простые формулы, соответственно, Enter нажимаете, вы получаете результат. Если мы с вами сейчас это дело все растянем, везде, где есть значение, вот конкретные вот эти столбики, указанные нами, оно будет. Соответственно, формула, вот мы ее выделили, она, смотрите, здесь есть, вы можете ее усложнять, вы можете добавлять скобочки, делать умножение, деление, какие-то более сложные вещи. В общем, уже работает с построителем выражений. Давайте вот здесь вот сделаем. Значит, здесь вернем, сделаем по порядку. Иногда в формуле может участвовать какие-то коэффициенты участвовать или какие-то данные, которые в таблицах не должны отображаться по ГОСТу, то есть, но они вам нужны для расчетов. Вы можете сделать скрытые столбцы. То есть, вы делаете табличку, например, здесь, там, здесь какой-то есть коэффициент, который вам нужен в формуле. Вот давайте здесь же добавим, например, заодно посмотрим. То есть, это будет все умножаться еще на вот это значение. Вот, соответственно, посчиталось. Сейчас я формулу обновлю везде. Все, оно пересчиталось автоматически. А здесь у меня данных нет, поэтому я могу это скопировать. Тогда будет уже правильное какое-то значение, не нули, не нулевое. Значит, но вот сейчас она, смотрите, у меня отображается. Мне оно не нужно. Кстати, давайте сделаем все по центру для удобства. Здесь у нас будет слева по центру. Можете по уголкам это все раскидывать, а все остальные цифры мы сделали с вами по середине ячейки. Значит, вот смотрите, вот этот столбик мне не нужен, он не должен отображаться. Я говорю, что он скрытый. Вот, смотрите, у меня есть значение расчетное, а этого столбца нет. То есть, вы можете вставлять сколько угодно скрытых столбцов, которые будут задействованы в каких-то формулах у вас, или вам нужны какие-то комментарии, например, к таблице, или вы там друг другу что-то передаете, у вас есть какой-то комментарий, например, там главный конструктор проверяет что-то, расчеты, и написал какой-то комментарий, что вот здесь посмотреть, вот здесь переправить. Точно так же есть у вас огромная таблица, в какой-то момент вам нужно какие-то значения просто скрыть, и это уже строки. Мы можем с вами сказать, что скрыть строку. Все, вот она у нас есть. Часть мы закрыли. В любой момент вы можете это открыть, то есть вот выделили две. По номерам вы видите, что здесь явно скрыты строки. Показать скрытый. Вот она у нас с вами снова расширилась. Это касается вот таких огромных таблиц. Даже они могут быть у вас уже отчетные, то есть вы берете экспликацию помещений, автоматически формируемые, например, из ПДС, и вам в какой-то момент нужно показать без, я не знаю, первого этажа у вас все собралось. Вы можете... Давайте с этой будем работать. То есть нужно в экспликации помещения часть убрать точно, также скрыли частично и все. То есть, соответственно, ведомость элементов у нас здесь с вами, что мы уже умеем? Мы умеем объединять какие-то ячейки или разделять, это вы все уже сделаете. Вот символы какие-то. Это все есть, то есть мы можем с вами это вставить в таблицы. Как это сделать? У нас есть, посмотрите, кнопки «Открыть калькулятор», мы с вами это уже смотрели, записную книжку. Можно вставить значение материалов. То есть каждую ячейку вы можете вставить. То, как у нас по ГОСТу записывается. Вы можете взять из базы какие-то ассортаменты. Выглядит это вот так внутри редактора. И вот так вот на чертеже уже непосредственно в вашей таблице. То есть здесь уже вы будете писать. Если нам надо будет с вами вставить, давайте ниже, какой-то символ, есть ставка символа. Вот вы выбираете символ проката какой-то, буквы все. алфавитные, которые греческие, там и так далее, латинские. Знаки. Вы можете этим всем воспользоваться. Ну давайте вставим что-нибудь, например, сечение из двух швеллеров. И посмотрим, как это выглядит. Вот он у нас. Есть. То есть вы можете вставить этот знак и дальше что-то там писать. Размеры, например. Кроме этого, вот есть вопрос, как заносить значение элемента блока в таблицу. Для этого мы с вами воспользуемся. Сейчас мы зайдем в редактор. Выделяем ячейку правой клавишей. Ну это в отчетах нам надо с вами делать. Что-то я сейчас так разогналась. Хотела сделать, как в выносках мы с вами взятие свойства. Нет, здесь, наверное, так сходу не получится. Давайте не просто вот так вот в лоб, а уточните, пожалуйста, вы значение с блоков берете, для чего вам нужно там со многих блоков собрать значение. Значит, это будет у вас уже тогда какой-то отчет. Если так, давайте посмотрим. Я вам сейчас покажу тогда. То есть можно это сделать, но нужно будет только сделать нам отчет и указать, на что он опирается этот наш отчет. Давайте пока вернемся, например, к сортировке я вам покажу сейчас. То есть есть у нас, вы можете любые значения, там столбцы отсортировать. Сортировать можно, ну, соответственно, по возрастанию, по убыванию. И когда таблица очень большая, ее нужно делить на страницы. То есть она у вас, вы в любом случае будете ее размещать на форматах. Вы можете делить или там на одном формате кусочками, да, например, тоже практикуют такое, когда в два там, чтобы оно входило, в два таких столбика больших размещают таблицу. Значит, вы можете делать это двумя способами. Вы можете делать произвольно, там на глаз сказали, вот до 12-й строчки, выделили эту строку, правой клавишей нажали, сказали начать новую страницу. Он вам ее поделил. И вот, смотрите, у нас появились ручки. И мы ее сместили. Вот она у нас теперь здесь. Вот этот кусочек. И вот ее продолжение. И вы уже руками двигаете, как она будет у вас выглядеть. В редакторе, что удобно, она у вас единой таблицы, вы видите все данные одним махом. В любой момент можно убрать эту галочку, она у вас снова соединится. Но можно делать немножко по-другому. Есть кнопка деления на странице. И вы можете указать, сколько строк должно быть на одной странице. Тогда она у вас автоматически будет делиться, например, по 10 строчек. Можете высоту страницы указать. Соответственно, это просто формат данных. Либо вы указываете в миллиметрах, либо вы указываете. Давайте поставим 10 строчек. Для наших форматов удобнее, наверное. Вот у нас ручки появляются. И мы можем с вами размещать. Если вы хотите, чтобы она автоматически делилась, убираем. Одной страницей делаем. Все. Она у нас будет целая. Чтобы автоматически делилась наша таблица, ее можно привязать к формату. Для этого вам, естественно, формат этот нужно вставить. У нас по форматам был с вами вебинар. Значит, давайте вставим А3. Даже вот так вот это сделаем. И в любой момент мы с вами эту таблицу можем к формату привязать. Выделили правой клавишей. Вот здесь команда привязать формат. Я выделяю. Вот к этому. Соответственно, как она у вас была, где ручки при создании вы указывали, она у вас там и привяжется. Вот у меня ручка была вот здесь. Вот она вот в правый верхний угол у меня и легла. Эти первые листы сделаем. Соответственно, если таблица у меня становится больше, мы этим искусственно ее увеличим. Добавим еще строки. Посмотрите, автоматически создастся такой же формат следом. То есть, ну здесь штампа нет, а так он до штампа создается. То есть он будет вам автоматически делить. Она будет еще больше. Значит, будет третий. И чем хороша, допустим, привязка? Тем, что у вас формат от таблицы уже никуда не денется. То есть я буду перемещать форматку, и табличка будет четко за ней следовать. Для спецификации больших незаменимая вещь. Давайте вернемся в наш редактор. И посмотрим, что еще можно сделать. Кроме того, что вы можете задавать формулы, какие-то конкретные, да, там А умножить на Б плюс С, вы можете еще использовать построитель выражений внутренний. Для этого можно использовать жесты. Можно заходить в кнопку формулы. Вот сейчас у нас вот здесь такая формула. Давайте не будем ее портить. И сделаем это в другом столбе. В конце мы можем с вами всегда сделать сумму. Для этого есть отдельная кнопка. Можно через построитель выражений. Указываем диапазон. Все, он нам посчитал. Все, вот наша сумма. Соответственно, где-то меняется выражение, вернее, значение. Давайте поставим. И у нас будет все-все пересчитываться, где задействована эта ячейка, значение этой ячейки. Кроме этого, для того, чтобы иметь возможность собирать вот эти все большие данные, как-то отсеивать одинаковые строчки, может быть, и считать в том числе количество, мы с вами можем пользоваться вот такой групп, пировать и объединять. Вот у нас здесь с вами сейчас не очень хороший пример получился. Давайте мы, знаете, как сделаем. Возьмем вот это вот значение. Нет, вот это вот. Скопируем несколько раз. И зададим, что у нас по столбцу D будут собираться те строчки, которые имеют это одинаковое значение. К примеру, заходим с вами сюда в группировку и объединение. Говорим, что мы будем все наши метаморфозы проводить по столбцу D. И выбираем действие. Здесь можно указывать сортировку, а мы скажем, что мы объединим. Вот оно будет объединение. То есть здесь у нас одна большая будет ячейка с этим значением. Вот так выглядит объединение у нас. Теперь зайдем еще раз и посмотрим, как будет выглядеть То есть вот мы сделали, он нам таблицу пририсовал. Мы можем наоборот не объединять, а группировать. Только мне нужно выбрать столбец. Она наоборот схлопнется. То есть он будет все данные собирать. Данная ситуация не очень правильно, но чтобы вы понимали, что такое, в чем разница. Видите, табличка стала меньше, форматы автоматически удалились. Инструмент группировку и объединение. Это можно делать как в отчетах, так и просто в таблицах. Давайте посмотрим немножко вопросы, иначе потом будет тяжело к ним вернуться. Спецсимволы вставляются в таблицу как графика или как текст. Но это не графика, это именно символ текста, только зашифрованный, скажем так. Далее. Можно ли задать округление в большую или меньшую сторону? Можно, это надо делать формулами, как раз выражениями. Здесь. То есть вот здесь, посмотрите, пусть я зря я убрала группировку. Вернемся. Здесь можно посчитать, самое простое это сумма. Опять же, есть выражение, если там одно действие, там такое-то значение, то вот это. Это уже для тех, кто более глубоко погружен в это дело. Значит, мы сейчас с вами немножечко это разбирать не будем, мы это разбираем, когда отчеты делаем. И можно выбрать, посчитать количество. Количество удобнее как раз считать, когда группировка сделана, сколько строк сгруппировано. Значит, хотите, давайте я сейчас это покажу. Если вы более глубоко будете смотреть, вот, допустим, вам нужно округлять большую-меньшую сторону, посмотрите, пожалуйста, вот здесь. Вот, здесь есть варианты. И вы можете прям выбрать то, как бы, значение формулы, посмотрите внимательно, которое вам нужно. Здесь достаточно много. Или я вам напишу потом. Давайте сейчас сделаем еще раз группировку. по столбцу D группировать. Вот мы сгруппировали. И теперь мы с вами здесь вот можем считать количество. количество всех сгруппированных строк, если таковы имеются, это у нас оказалось индивидуально, поэтому что-то там не так, да, у нас. Вот он все посчитал. Ну вот, когда показываешь вот такие примеры, не ликвидные, скажем так, то, что на коленке сделано, оно и получается ошибки вылезают. Когда у вас реальная таблица, все ячейки заполнены, правильно, там все, как правило, это все значение у вас, все и работает. Вот. Дальше давайте посмотрим, как экспортировать таблицу в PDF и Excel. Сейчас мы с вами дойдем. В пространстве модели или в листе работать ли? Это вопрос вы решаете каждый сам для себя или это делает за вас ваша проектная организация. То есть у кого-то есть стандарт переприятия, который предписывает работать только с листами, в этом есть свое удобство и тогда вы все это размещаете. Те же самые форматы работают в модели и в листах, и таблицы, соответственно, вы можете работать и там, и там. Но я редко видела проектировщиков, которые прям все элементы оформления, например, для таблицы, делают сразу в листах. То есть, как правило, это делается в модели. Можно оформлять в листах, допустим, форматы и вы там видовыми экранами показываете. Это все как вам удобнее. И опять-таки зависит, что называется, от политики партии. То есть, как у вас прописано в стандарте предприятия, как у вас принято работать. Мы даем возможность работать и там, и там. Единственное, что если вы хотите делать отчеты, вот сразу момент, допустим, вы хотите собирать какие-то данные из ваших параметрических объектов в таблицу, оно как бы просится прям, то есть, это такой момент автоматизации очень хороший, тогда должно быть в одном пространстве. То есть, естественно, тогда таблица должна быть в пространстве модели сделана. Если вы делаете какие-то маленькие, мелкие таблички, то оно уже размещается на листе, пожалуйста, в масштабе один к одному, как вам удобнее. экспорт попозже я сейчас покажу обязательно. Значит, еще был вопрос. Добрый день, как добавить ссылку на ячейку соседней таблицы? Это сейчас тоже в конце мы с вами посмотрим. У меня тут есть прям в плане. Давайте мы с вами сейчас разберемся с колонтитулами. Вот у нас есть большая с вами таблица. Сейчас у нас здесь по умолчанию создан только колонтитул первой страницы. Если вы работаете с Word и работаете с колонтитулами, тут принцип такой же. То вы, в принципе, вы знаете, что есть колонтитул первой страницы, верхний и нижний, соответственно, который создан только для первой страницы. Есть просто верхний колонтитул, он на каждой странице появляется автоматически. И есть колонтитул последней страницы. Тип колонтитула вы можете на его заголовке указать. То есть вы щелкаете левой клавишей и указываете, какой вот этот колонтитул сделан. Значит, если вам нужно добавить еще один, то вы заходите в разделы и говорите, что вам нужно вставить верхний колонтитул отдельно. Допустим, давайте мы сейчас сделаем еще верхний колонтитул и сделаем там такую а-ля шапку. То есть здесь скажем, что это номер. Тип. Вот тут тоже что-нибудь какой-нибудь там, я не знаю, с шифром зовем. Значит, здесь у нас сейчас у нас верхний колонтитул есть и мы с вами смотрим. Вот у нас получилось. Но на первой странице у нас сейчас с вами только название, поэтому давайте мы добавим строчку и вот это туда. Здесь сделаем разъединить, скопируем туда. Надо, естественно, проверять границы обязательно. Вот здесь они у нас были отключены, не посмотрела я. Значит, вот у нас шапка здесь теперь появилась, название появилось. И посмотрите, так как мы сделали верхний колонтитул, у нас есть шапка и на второй части. Раньше ее не было. Соответственно, нижний колонтитул у вас может быть тоже внизу таблицы, там обязательно, какой-нибудь там надпись. Раньше по ГОСТу была пустая строчка в таблице, всегда оставлялась. Именно поэтому у наших многих таблиц это и осталось. Делается нижний колонтитул, чтобы в конце была пустая строка. Вы можете его убирать, можете добавлять. Иногда делается нижний колонтитул достаточно удобно в конце для суммарного значения. То есть в любом случае, вот то, что вот здесь я сделала сумму, мы можем с вами добавить раздел для последней страницы. Вот так вот сделаем. Вот, и сделать. Вот это уберем. Вот, а здесь делать надпись там, вот эту итугу. И то есть вот это у вас будет суммарная, и она будет всегда в конце. То есть вот здесь ее нету, смотрите, она только в конце таблицы. Ну, естественно, у нас ориентированы по-разному, мы можем с вами выделить. Допустим, это тоже по центру с ориентированной. Тогда у нас будет уже все красиво. По колонтитулам в принципе все. Больше ничего такого сложного. Главное принципы заполнить. Давайте мы вот здесь вот, значит, границы нарисуем. Вот у нас шапка даже выделилась. Значит, теперь я бы вам хотела показать импорт таблиц в Excel и экспорт. Значит, вот давайте нашу с вами табличку вот эту экспортируем в Excel. То есть возможен вариант и туда, и обратно. Либо вы у вас уже есть там, вам прислали какую-то, я не знаю, таблицу, которую в Excel у вас уже готова, и вы хотите загнать ее на чертеж и там ее разместить. Значит, тогда вы открываете в Excel. Но у меня сейчас нету ничего. Чтобы не искать, давайте я начну с экспорта. Я открываю редактор. Вот у меня сейчас доступна кнопочка «Только экспортировать в Excel». Я ее нажимаю. Мне автоматически откроет сейчас SPDS Excel и выгрузит туда всю эту таблицу. В принципе, тут все почти сохранилось. Для Excel все наши там изыски с формулами и прочими – это все ерунда. Но вот в обратную сторону могут быть вопросы. То есть Excel – это, конечно, такой грандиозный инструмент для работы с таблицами. Мы свои таблицы SPDS как Excel сделать полностью не можем. Люди очень часто делают какие-то очень сложные вещи в Excel, которые не всегда могут не очень корректно импортироваться в обратную сторону. Поэтому основная масса данных, вот какие-то такие, если у вас нет там подвыпадбертов всяких, оно все спокойно перенесется. Какие-то моменты придется подкорректировать. То есть вот у меня она сработала, я могу с ней работать, могу ее там распечатывать. Если вы хотите собрать отчет по чертежу, а вывести его уже в Excel, пожалуйста, и там какие-то вещи делать, может быть, вам удобнее, то это возможно. В обратную сторону. Вот у меня сейчас эта таблица открыта. Я могу зайти в свой чертеж. И сюда я уже не буду ее импортировать. Давайте я сделаю новую таблицу. Зайду в редактор. И вот здесь у меня есть две кнопки. Я могу импортировать в том числе. Он импортирует всегда открытый файл. То есть вам нужно открыть файл в Excel, и он вам ее заберет. Давайте проверим. Ну вот формула-то у нас с вами потерялась. То есть только значение у нас экспортируется и импортируется. Это к вопросу импорта в Excel. Как экспортировать таблицу в PDF? Ну, вы ее можете напечатать просто в PDF формате. То есть тут вы уже будете в PDF формат печать с указанием. Если вам нужна одна таблица, если весь лист, значит, вы весь лист просто печатаете в PDF, и она у вас появляется в таком формате. Вопрос у нас появился. При заполнении спецификации на железобетонные изделия необходимо, чтобы при указании диаметра в одной ячейке автоматически подбирался в весу с другой ячейки и добавлялся в формулу к другой ячейке. Хороший вопрос. Возможно ли как создать прямую зависимость? Вы знаете, я сегодня, когда готовилась к вебинару, мне показались только в том числе и возможности. Я думаю, что это возможно, но мы не будем с вами... Вот сейчас я вам сходу это не покажу. Это требует достаточно много дополнительных действий. У нас есть возможность вставки различных формул. неправильно сказала, не формул, а форм. То есть вы можете вставлять там какие-то поля со списком. Это все возможно. Но наша тема вебинара сегодня – это вот именно простые какие-то инструменты. Поэтому я вам в любом случае сейчас напишу всем свой адрес. И вот эти вопросы сложные. Давайте мы с вами отдельно поговорим. И мы вам расскажем. У нас есть видео по заполнению, по отчетам, по заполнению всяких вот таких штук в СПДС. Тут на самом деле очень много инструментов, которые пользуются малое количество людей, потому что они сложны в настройке. Но можно сделать. Пишите мне, пожалуйста, этот вопрос еще раз, и мы с вами свяжемся. Что касается вот первого вопроса у нас суммарно, давайте у нас уже пошел второй час. Давайте мы сделаем такой момент. Значит, мы оставим пока эти наши сложности. С графиками все разобрались. Вернемся к нашим таблицам РДК. То есть тут в принципе… А, вот я вам хотела показать. Смотрите. У нас, опять же, не так давно мы стали все правильно, корректно, подчеркивание, надчеркивание, все это можно делать. Кто знает, замечательно. Если не знаете, давайте я вам покажу. Значит, делается это быстрыми клавишами, то есть вы выделяете текст. И, соответственно, если вам нужно подчеркнуть текст, то это Ctrl-U. Вот он у нас подчеркнулся. Значит, если нам нужно его зачеркнуть, то это Ctrl-5. Ну и давайте что-нибудь другое подчеркнем. Это у нас все будет в одном. Это Ctrl-O. Английские буквы, естественно. Вот, то есть это все сейчас можно. Пользуйтесь, пожалуйста. Это из того, что я хотела еще рассказать. Еще один момент, прежде чем первый наш вопрос. Это я вам хотела показать, что делать, если таблица у нас, где-то была по отдельности, вот, смотрите. Если у нас таблица создана, вы взяли какую-то старую, и она у вас кусочками. То есть она нарисована линиями и текстами. Вы хотите ее там редактировать, и напрягает вас, что она вся по отдельности. Есть такая команда, как распознавание таблиц. Нажимаем ее в уголочке, щелкаем с вами, и он нам поверх рисует таблицу. То есть чтобы данные не потерялись вдруг, чтобы вы могли увидеть, что было и что стало, он прямо поверх рисует. Вот, смотрите. Вопрос зачитывания. В принципе, даже все символы, посмотрите. Так как это шрифт наш, родной, опять же. Вот, оно все зачиталось. Вот здесь только маленький у нас косяк получился. Но я думаю, что это не так уж и страшно. Это уже можно быстро сделать. То есть вы можете таким образом работать со старыми таблицами. Какие-то могут быть такие моменты, но в принципе все зачитывается. То есть все старые таблицы можно просто распознать и работать уже с ними, со всеми инструментариями, которые есть в СПДС таблицах. Не мучайтесь с этими текстами и линиями по отдельности. Все равно с таблицами гораздо быстрее. Был еще вопрос про подключение шрифтов у нас с вами. Шрифты надо через текстовые стили загружать и пробовать. Вот я вам честно скажу, с данными шрифтами не работало, надо попробовать. То есть у нас таблицы, мы можем с вами зайти в настройки. Здесь есть символы, в формах у нас таблицы. И здесь есть текстовый стиль, с которым мы работаем. То есть вы можете выбрать текстовый стиль другой. Соответственно, перед тем, как начать работать с таблицами, настройки вы можете под себя сделать. Если автокад у нас с вами платформа. То есть попробуйте сделать здесь стиль с тем шрифтом, который вам нужен. Указать здесь имя шрифта. Автокад поддерживает шрифты ТТФ, шрифты СШХ. Единственное, что могут не все символы работать. Наши символы все-таки мы работаем в основном с СШХовскими шрифтами. Это Костовские шрифты. Поэтому тут я вам ничего гарантировать не могу. А так пробуйте шрифт и смотрите. Возможность есть. Будет желание, давайте вместе попробуем. Последнее, что я вам хотела показать. Как раз вот, если мы делаем несколько таблиц, и как их потом сводить. Значит, вернемся на вкладку из ПДС. Я сделаю сейчас такую маленькую табличку. Назову ее, к пример. Один. Ну, мне тут прям как-то совсем скромненько. Давайте добавим строчки. Ну, вот здесь у меня будут какие-то цифры. А здесь будет сумма, например. Все. И таких таблиц. Вот так вот еще сделаем. У меня будет много. Мы сейчас ее раскопируем. Но прежде чем раскопировать, мы с вами зайдем... Нет, не в формулу. А зайдем в комментарии и присвоим этой табличке, вернее, этой ячейке имя. Имя. На самом деле, сейчас еще минуточку. Я сделала немножко неправильно. Нам нужно обязательно сделать нижний галантит. Вот так вот сделаем последней страницы. И вот это мы с вами скопируем вот сюда. Здесь уберем. И пусть даже здесь будет еще какое-нибудь значение. Ой. И комментарий мы назовем... Ну пусть она называется и того. Значит, сразу предупреждаю, я не так часто это делаю. Поэтому мы сейчас с вами был вместе. Давайте скопируем ее несколько раз. Вот. И теперь мы делаем с вами еще одну таблицу. Она у нас будет как бы сводная. Пусть она будет маленькая. И здесь у нас будет отчет. То есть мы добавляем с вами раздел отчета. Вот данные мы удаляем. Вот. И в отчете мы будем с вами собирать в отчет таблицы. То есть вот здесь тип объекта. Мы указываем таблицу. И говорим, что из этой таблицы нам нужна вот эта... Смотрите. Видите, у нас появился и того. Вот это значение. Оно у нас есть. Все. Собираются таблицы. Ну и допустим, вот в эту колоночку здесь у нас будет написано там всего. А здесь мы вставляем вот это значение. Где у нас и того? А таблицы он собрал мне все. А мне не нужны они все. Мне нужны только те таблицы, в имени которых содержится слово «пример». Даже можно еще уточнить. Пример один у нас с вами. Все. Вот эти четыре наших таблички. Вот. Вот мы собираем с вами данные. Здесь же мы делаем нижний колонн титул. Здесь уже пишем «всего». И здесь собираем сумму. Наверное, будет правильно вот так указаться. Окей. То есть вот у меня сводная таблица, куда собрались данные. Ну это такой самый простой вариант. С этих четырех таблиц. И вот у меня эта сумма. Ну то есть, к примеру. Любой момент я беру в этой таблице. Вот здесь что-то меняю. Такое большое число сделаем, чтобы было видно. Соответственно, все. Вот у нас значение пересчиталось и там, и там. На основе отчетов можно сделать достаточно много. У нас с вами сегодня была немножко другая цель. Поэтому в конце такая вишенка на торте, вот можно делать такие вещи. То есть, в принципе, вы можете давать ячейки какой-то комментарий, тем самым присваивая ей имя. Единственное, что вот эти имена ячеек вам нужно через отчет там собирать. То есть надо под конкретную задачу смотреть. Вот у меня, в принципе, все. Следующий вебинар у нас будет по стройплощадке 5 декабря. Если вы занимаетесь этим вопросом, присоединяйтесь. В любом случае, вы можете задавать вопросы на наших сайтах или непосредственно мне по почте. Все, спасибо за внимание. До свидания.